Библейский портал экзегет.ру представляет 31-й псалом для библейского портала Экзегет, читая перевод российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв. 30-й предыдущий был посвящен молитве в отчаянии, молитве в уныние, молитве в депрессии. И молитва, собственно, становится средством терапии, исцеления от этой депрессии. И она заканчивается словами «мужайтесь, да будет сердце ваше твёрдое, всё уповающее на Господа». Вот 31-й псалом, он в каком-то смысле показывает, как это делать. У него есть подзаголовок «Псалом Давида – песня искусная». Неожиданный такой подзаголовок, у нас всюду «Песня Давида», это, да, почти каждый псалом в первой части носит такой подзаголовок. А «Песня искусная» здесь перевод сервина «Маскиль», который мы не очень понимаем, что означает, поэтому, собственно, можно это перевести было как-то и по-другому, но переводчики выбрали такое решение. Это скорее жанр, а может быть манера исполнения, а может быть место в распорядке богослужения, да, мы не знаем точно. Но прочитаем скорее сам текст. «Счастлив тот, чья вина прощена и чей грех стерт. Счастлив, кому Господь не поставит вину проступки его, в чьей душе нет коварства. Я потерял голос, лишился сил от воплей моих с утра до ночи. Днем и ночью я чувствую руку твою, как она тяжела. Сила моя увяла, словно в летний зной. Музыка. «Я открыл тебе свой грех, не скрывал своего падения. Я решился, вину мою Господу открою, и ты простил мне падение, грех мой». Музыка. «Пусть тебе всякий праведник молится во время беды, и тогда многоводный потоп до него не дойдет. Ты прибежище мне, ты меня охраняешь от бед, ты меня спас, и кругом меня радость об этом». Музыка. «Я тебя вразумлю и научу, каким путем идти. Я твой советчик, я смотрю за тобой. Не будьте неразумными, как кони, или, мол, чьи бег укращают уздой и уделами, чтобы они повиновались тебе. Много бед ждут нечестивого, а милость Господня с тем, кто уповает на него. Пусть Господь будет для праведных весельем и радостью, далекуют все, чьи сердца чисты». Такой псалом как будто составлен из разных псалмов. Смотрите, в середине псалмопевец открыто говорит о том, что у него есть какой-то грех, и он его исповедал Богу, он не называет какой. При этом в самом конце он говорит о праведных. Это что же, он теперь праведный? И как это он говорит, что в чьей душе нет коварства, когда он признает свой грех? А мне кажется, вот здесь как раз довольно тонкая тема, что такое покаяние. Вот человек может признавать свои грехи. Является ли это покаянием обязательно? Нет, он может признавать их просто как факт. Вот было такое, да. А человек может признавать свои грехи и даже как-то в них сокрушаться, но тем не менее прекрасно понимать, что он их повторит. И, в общем, давать себе на это разрешение заранее. И такое бывает. Вот здесь человек, который сознает свою греховность, но в его душе нет коварства. То есть он действительно отделяет этот грех от себя, он действительно выносит его перед Богом, и Господь ему прощает этот грех. Он становится праведным, да. Хотя, казалось бы, по его поступкам это совсем не так. И еще интересно, что вот эта песнь о молитве, песня о покаянии, она больше о ликовании, чем об исповедании греха. Вот здесь этот псалом, он от имени человека, который уже раскрывался в грехе, который ощущает прощение от Господа и который ликует по этому поводу. Более того, может быть, поводом для этой молитвы становится какая-то беда. Пусть тебе всякий праведник молится во время беды, многоводный потоп до него не дойдет. И, может быть, если бы не эти обстоятельства внешние, он не стал бы задумываться о своей какой-то уже прежней греховности, да. Но, тем не менее, мы видим, как постепенно развивается вот эта тема, уже 31-й псалом, до него было целых 30, вот эта тема мольбы о прощении и покаянии в грехе. Мы где-то в самом начале видели утверждение псаломопевств «я праведный, а вот эти вот грешные», да. Постепенно мы приходим к таким мотивам «ну вот не помяни мне моего греха, прости его». И здесь мы, наконец, видим, как вот эта молитва о прощении исполнена, и она связана с полноценным принятием своего греха. Он уже не ощущает себя принятием факта того, что это было, не ощущает себя, безусловно, непорочным по сравнению с этими нечестивцами. Но он понимает, что граница здесь не между людьми, которые не грешили и которые грешили, а между людьми, которых грехи прощены и тех, которых они не прощены. Потому что, видимо, они не обращались к Господу от чистого сердца. И вот эта чистосердечная просьба и есть граница, да, которая разделяет их. Более того, мы видим здесь очень яркий ответ «я тебя вразумлю и научу, каким путем идти. Я твой советчик, я смотрю за собой», — говорит ему Господь. То есть часто ведь разворот в другую сторону, он предполагает поиск, да. Вот человек, как в самом начале Псалтире сказано, шел, по совету нечестивых поступал, да, сидел в собрании развратителей, потом решил отказаться от этого. А теперь куда? Теперь в другую сторону, но не очень понятно, как и что делать, где ориентиры. И Господь ему отвечает «я тебя научу». Главное, что ты с честным и чистым сердцем решил совершить этот поворот, да. Дело не в том, что вот есть два каких-то очень строго определенных образа действия, греховный и праведный, да. А есть стремление, есть готовность человека стремиться либо к одному, либо к другому. Если он стремится к праведности, то Господь каким-то образом покажет ему, как эту праведность достичь или, по крайней мере, как к ней идти. И тогда он для праведных становится весельем и радостью, далеко все, чьи сердца чисты, да. Вот одновременно в этом псалме, как и в очень многих псалмах, подчеркивается, что это все повод для радости, да. Вот обычно мы думаем покаяние, это что-то такое мрачное, унылое, это вот все плохо, 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 я плохой, плохой, плохой. Да нет же, это способ из плохого стать хорошим, а если ты стал хорошим, если ты восстановил свои отношения с Господом, это повод для огромной радости. И вот этот псалм ровно об этом. Он действительно развивает тему молитвы, молитвы, связанные с покаянием. И вот здесь псалмопевец, как и в предыдущих нескольких псалмах, сосредоточен на себе. Он говорит с Богом, но говорит о себе. Слушайте, а ведь надо бы посмотреть на то, как Господь сам выглядит. Вот он каков. Об этом следующий, 32-й.